Сегодня, 21 марта, во всемирный день поэзии в литературном кафе Московского Дома Книги состоялась премьера спектакля «Верните время» по книге Марии Третьяковой «Поэзия моды». МФЮА выступил техническим партнером данного мероприятия. Завиден мне полет твоих колес! О, мотороллер розового цвета! Зрители окунулись в атмосферу 20 века с его звуками, красками, ароматами, шорохом шин автомобилей и мотороллеров. Постукиванием каблучков и шуршанием муаровых платьев. Строки стихотворения Ахматовой, Блока, Есенина, Ахмадулина, Северянина и других замечательных поэтов рассказали не только о приметах того времени, но и раскрыли суть той эпохи. А музыка Дебюсси, Шостаковича, Стравинского напомнила о вечных ценностях, любви и красоте. То, что есть красота, и почему ее обожествляют люди, Сосуд она, в котором пустота, И огонь, мерцающий в сосуде. Был момент, когда была предложена музыка, музыкантами нашими, та, которая им любая дорога, и она была для этой программы немножко, что ли, излишне тяжела. И вот, ну, надо сказать, что мы очень быстро нашли общий язык с маэстро Рудином и с оркестром музыки Вива. И когда мой замысел я объяснила, мне в ответ было предложено такое количество замечательной совершенно музыки, которая и легла и на мой замысел, и все. То есть вот здесь это не сложность, это счастье, когда мы работали и искали вот эти вот пути сближения. Идея пришла в голову Ольги Кабо, которая прочитала мою книгу, поделилась своими впечатлениями с Юлией Жоновой, потрясающим совершенно режиссером и автором сценария. Юлия очень серьезно и много лет работает с поэзией. Она в этом большой специалист. Так получилось, что вот с момента выхода моей книги до момента выхода спектакля прошло достаточно много времени. И за это время я получила профессию актера. Этот опыт мне сейчас пригодился. В зеркалах электрический свет расцветает, фантастически нежно, как ночью цветы. И зачем накупаешь ты шарфы, шляпы, кружевые перчатки? Конечно, тебе не помогут ничем эти модные тряпки. Работая над этим проектом, открыла для себя поэзию замечательного поэта Ларисы Васильевой. Она совсем недавно ушла, ее не стало. Но вот это пронзительное «Верните время» и вообще ее стихи, они дышат каким-то таким безумным нервом. И в нем вот этот ритм 21 века, когда ты не успеваешь почувствовать, не успеваешь признаться, не успеваешь пообщаться. Все быстро, 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 мимолетно проходит. И за этой мимолетностью, за этой суетой теряется что-то самое-самое важное. «Верните время» на две секунды, на вдох и выдох я все успею. Вернусь из прошлого ниоткуда, в зелепкий сумрак залил аллеи. Сломаю стрелки, чтоб сны зависли, по ржавым стенам размажу горе. Сотру всю память, что смяла мысли и топит утро мое в миноре. Закрою двери. Бессмертный ветер гуляет в доме ушедших моря. Верните время, и я, поверьте, на жизнь, со смертью еще поспорю. Верните время.